Всем привет! С вами канал Космостар. Сегодня хотелось бы вспомнить о жизни и творчестве талантливой советской и российской эстрадной певицы, народной артистки РФ и заслуженной артистки украинской СССР Тамары Мьянсаровой. В девичестве Ремнева. Незабываемой миловидно, детский лирический сопрано Мьянсаровой, в совокупности с непорочно, улыбчивой внешностью, сделали ее одной из самых узнаваемых певиц отечественной эстрады. И конечно же многие с легкостью вспомнят такие шлягеры, как Черный кот и Рыжик, которые навсегда отложились в нашем подсознании. Но не все знают о том, почему карьера Тамары Григорьевны внезапно прекратилась и ее отовсюду начали убирать. И сегодня мы попробуем в этом разобраться. Тамара Григорьевна Мьянсарова родилась 5 марта 1931 года в городе Зиновьевск, сейчас это Кропивницкий, Украинской ССР, в творческой семье, где мать выступала на оперной сцене, а отец играл в театре. Но ее родители вскоре расстались, а затем началась война, так что детство Тамары счастливым назвать трудно. Но это не помешало ей осуществить свою детскую мечту и поступить на фортепианное отделение Московской консерватории, которую Тамара окончила в 1957 году. Также Мьянсарова со второго курса занималась факультативно еще и на вокальном отделении. Затем Мьянсарова какое, то время работала руководителем оркестра при Гитисе, а затем она ушла на эстраду стала выступать с сольными номерами. Первой победой певицы стала премия на третьем всесоюзном конкурсе артистов эстрады, которую она получила за исполнение вальса Штрауса. Позже Тамара вспоминала, «На всесоюзный конкурс артистов эстрады я пришла как музыкант, а уходила уже певицей. Спела там просто так, без надежды на успех, и вдруг все завертелось, закрутилось». Параллельно с успехами на эстраде у певицы складывалось, а точнее, не складывалась личная жизнь. Ее первым мужем стал пианист Эдуард Мьянсаров, который уже имел большую известность, снискав успех на первом конкурсе имени Чайковского. Очень талантливый музыкант обладал не самым лучшим характером, он был эгоистичным и жил только музыкой. Мьянсаров сразу предупредил Тамару, что он не хочет детей, но она его не послушалась и родила в 1956 году сына Андрея. К сожалению, брак это не спасло и когда началась певческая карьера Тамары, то она уже развелась со своим супругом. Начав выступать на эстраде, у Мьянсаровой возникли проблемы с репертуаром, потому что ни один композитор не спешил сочинять для нее шлягеры. Тогда Тамара стала исполнять чужие песни, и эта тактика принесла ей международный успех и серьезные проблемы в СССР. Певица брала музыку из зарубежных радиоэфиров и заказывала их адаптацию. Так в Советском Союзе появились знаменитые песни «Летка Янка», «Бабушка», «Научи танцевать Чарльстон», «Фабричная труба» и «Рыжик». Песни в исполнении Мьянсаровой звучали на новогодних концертах и на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки в 1962 году. На следующий год она выступила на польском фестивале в Сопоте, исполнив песню «Пусть всегда будет солнце». В 1964 году весь СССР уже отплясывал под шлягер про черного кота. Последний безусловный успех у Мьянсаровой случился в 1966 году на конкурсе эстрадной песни «Сад стран дружба». На фоне больших успехов в творчестве личная жизнь певицы продолжала складываться крайне неудачно. Вторым супругом Тамары в 1967 году стал еще один музыкант, которого звали Леонид Гарин. Это был очень короткий брак, продлившийся ровно полгода. Тамара Мьянсарова не знала, что ее муж изменит ей с певицей Вероникой Кругловой, которая на тот момент была супругой Иосифа Кобзона. Во время развода Гарин потребовал у Мьянсаровой квартиру, и той пришлось вступить в кооператив, чтобы у бывшего мужа была своя жилплощадь. В 1968 году Мьянсарову начали планомерно убирать с эстрады, почему это произошло, она так и не узнала. Но из интервью с Тамарой Мьянсаровой становится понятно, что она могла попасть в немилость у чиновников от культуры, я много выступала, в том числе и за границей. В Польше вообще бывало, как у себя дома, меня не раз приглашали в жюри Сопотского фестиваля. Намечалась поездка в Южную Америку. И вдруг из списков на эти гастроли меня вычеркнули, а когда я стала выяснять, почему, придумали отговорку, якобы кому-то не хватило места. К тому времени я была уже лауреатом шести международных премий. В филармонии разных городов СССР буквально дрались за меня, зная, что зал будет полным. Меня выдвинули названия заслуженной артистки, но документы вдруг бесследно исчезли. Мьянсаровой пришлось уйти из Москонцерта, она стала невыездной. Записи с ее песнями были размагничены. И в этот момент помощь пришла из Украины, где певица была очень популярна. Тамаре, предложили работу в Донецкой филармонии, где она собирала аншлаговые концерты и делала кассу. В Украинской СССР песни Мьянсаровой постоянно звучали по радио и по ТВ, и на волне такого успеха ей было присвоено звание заслуженной артистки. Правда новых песен у Тамары не было и в течение 12 лет она выступала со старыми, но проверенными шлягерами. На Украине Тамара Мьянсарова в третий раз вышла замуж, но отношения в этот раз не были официально зарегистрированы. Ее избранником стал Игорь Хлебников, звукорежиссер и администратор концертной группы. В этом браке была рождена дочь Екатерина, которая в дальнейшем стала поэтессой. Но Хлебников вел себя не по-мужски и распускал руки. В итоге Тамара выставила его с вещами за дверь. Четвертым и последним супругом Тамары Мьянсаровой стал уроженец Винницы скрипач Марк Фельдман, который был на 23 года моложе певицы. В начале 1980-х Мьянсарова вернулась в Москву, в надежде покорить советскую эстраду. Но в России певицу забыли и не смог помочь, даже Иосиф Кобзон. Про Тамару вспомнили лишь в конце десятилетия, на волне перестройки, когда в моду стали входить ретро-артисты, особенно пострадавшие во время репрессий. В конце жизни у певицы были большие проблемы с сыном, который постоянно что-то делил со своей матерью. К тому же, он так и не смог принять ровесника, отчима. Тамары Григорьевны Мьянсаровой не стало 12 июля 2017 года в Москве. Артистке было 86 лет. Но зато продолжают жить замечательные песни в ее исполнении, которые будут восхищать и очаровывать еще не одно поколение отечественных слушателей.